Оперативная обстановка за прошедшие сутки на поле боя на линии фронта произошло 99 боевых столкновений. То есть тенденция сохраняется высокой боевой активности на практически большей части участков фронта. В общей сложности расистские оккупанты нанесли 10 ракетных, 105 авиационных ударов. 105 самолетов вылетов, это как минимум было осуществлено расистскими войсками. А также совершили 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. В результате этих террористических атак расистских войск, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. А также разрушение получила как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. В эти сутки была разрушена церковь, убит пастор, его супруга чудом осталась жива. И вообще прихожане церкви, буквально не прошло и часа, как закончилось богослужение, люди вышли из церкви, после туда прилетела авиабомба. И вот такие вот объекты и человек погиб, это прискорбно, но хорошо хоть люди не успели выйти, место закончилось раньше, чем туда попала авиабомба. За прошедшие сутки расисты наносили авиационные удары в таких областях, как Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская. А вот под артиллерийский огонь расистской артиллерии попало более 120 населенных пунктов. И здесь, как обычно, география полная. Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. То есть вся линия соприкосновения через госграницу, через линию фронта с расистскими войсками. Далее идет у нас зона ответственности и начинает, открывает их зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. И тут первыми идут Волынское и Полесское направления. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Надо отметить только первое, то что Лукашенко продолжает подготовку к подавлению попытки или предотвращению попытки государственного переворота, которое у него там мерещится и в глазах, и в голове. Он постоянно об этом говорит. Поэтому там сейчас все спецслужбы подняты на уши и охота на ведьм. Они ищут шпионов, ищут заговорщиков, ищут переворотчиков, которые собираются делать этот переворот. Далее вторая новость, которую надо отметить. Белорусский Гаюн, спасибо большое за информацию. Они сказали, что появление эшелона с расистской техникой до 60 единиц на станции «Озерна» это фейк. Они опровергли эту информацию. Эшелон был много ранее, точнее даже два эшелона. Но это была техника вооруженных сил Белоруссии, которая убыла к месту постоянной дислокации. То есть за пределы Белоруссии не выезжала. Ну вы знаете, там идут учения с марта 2022 года, там непрерывно идут учения. И вот такая ротация. А те фотоснимки, которые предоставили телеграм-каналы, распространившие эту новость, там на снимках снег. И указана дата, что якобы этот эшелон был замечен 27 февраля. 27 февраля в этом населенном пункте снега уже не было, он сошел. И на спутниковых снимках от 27 февраля нет эшелонов, воинских эшелонов, ни одного не видно на спутниковом снимке, на этой станции. Так что это был фейк. И еще одна новость, которая влияет на оперативную обстановку, здесь на этих двух направлениях оперативных, Это заявление главы Государственной пограничной службы Украины, который подтвердил факт вывода из Белоруссии 12 тысяч российских военнослужащих, которые там находились. Что Россия забрала этих военнослужащих, ввиду, видимо, нехватки личного состава для восполнения потерь. Они пособирали все, что там было у них на учебных центрах и полигонах. Я напомню, там два учебных центра работали на Российскую Федерацию в программе подготовки мобиков или мобилизованных для прохождения дальнейшей службы. Так вот, их оттуда вывели. И, как он сказал, глава погранслужбы, Госпогранслужбы Украины, что сейчас там нет контингента для повторного вторжения в нашу страну с северного направления. Далее идет северское и славожанское направления в зоне ответственности этой же группы войск. Тут тоже ситуация без изменений. Она более напряженная, потому что враг продолжает обстрелы нашей территории. Причем как с применением авиации, Харьковская область, так и с применением артиллерии. Это Сумская, Черниговская и Харьковская области. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу по возможности. Также враг пытается предпринимать диверсионно-разведенную деятельность. Мы стараемся проводить контрдиверсионно-разведенную деятельность. Ну и обе стороны укрепляют государственную границу в инженерном отношении, создавая или превращая ее в линию обороны. Далее у нас с вами уже идет линия фронта и зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. Купенское направление открывает эту зону ответственности. Здесь опять наблюдаем спад боевой активности. Но все равно боестолкновения в основном происходят в районе населенного пункта Синьковка и Табаевка. Опять откладываем. Сегодня, правда, еще не конец недели, но только четверг. Но тем не менее, всего лишь две атаки были предприняты вражескими войсками на наши позиции, ни одна из которых не увенчалась успехом. Мы отбили, наши войска отбили эти атаки и враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Далее у нас идет Лиманское направление. Здесь, наоборот, выросла боевая активность и расширилась зона активности рашистских войск. И боевые столкновения в основном точились в районе Терны, Ямполевка и Белогоровка. 12 раз противник пытался атаковать наши позиции. Все 12 раз были безуспешными для врага. Понеся потери, враг вернулся на исходные рубежи. Линия фронта на Лиманском направлении осталась без изменений. Бахмутское направление. Тут очень, несмотря на то, что количество атак за прошедшие сутки снизилось, 9 раз всего противник пытался атаковать наши позиции. Но в районе Ивановская и Клещевка идут самые ожесточенные бои. Вот Ивановская, видимо, стоит задача захватить Ивановская для того, чтобы двинуться вдоль дороги на Часов Яр, чтобы зайти с юго-востока на сам Часов Яр. По Часовому Яру наносится очень много авиационных ударов. Именно поэтому наши войска действуют, точнее, да, наши войска силы, точнее, ПВО силы обороны Украины так активно работают по уничтожению вражеской авиации, которая несет эти бомбы. И там, довольно, несмотря на то, что было 9 атак, количество, казалось бы, не такое уже большое, но, тем не менее, ожесточенность боев довольно высокая. Дальше у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления. Здесь интенсивность боем намного выше. Тут противник пытается использовать свое преимущество. То, что мы отступаем, и они стараются не отставать и давят на наши войска, не давая им возможности развернуться в боевые порядки и создать довольно устойчивую и сплошную линию обороны. Поэтому противник давит на всем оперативном направлении от Бердичей до Невельского. И это и Орловка, и Тоненькая, и Первомайская, и само Невельская. 25 атак было предпринято врагом за прошедшие сутки. На сегодняшний день, ну в принципе, как и предполагалось, глядя на карту на этом оперативном направлении, понятно, что наши войска будут использовать и географию, местную географию, для того, чтобы остановить продвижение войск противника. Это первое. И второе. Создать более глубокую эшелонированную оборону с большей степенью устойчивости. И скорее всего, вот Бердичьево-Орловка, Тоненькая, вот этот каскад, каскад озер, который там находится в районе Тоненькой Орловки и Бердичьи, там, ну, водохранилище, озера, водохранилище, будет использован нашими войсками в качестве оборонительного рубежа. Очень правильное действие в том плане, что мы не резко отошли, не оторвались от преследования противника, а втягиваем врага в позиционные бои, вынуждаем его атаковать наши позиции, занимаем оборону по возможности и наносим максимальный урон атакующим войскам противника. И вот такой отход, планомерный отход наших войск с боями с целью нанесения максимального урона врага, на мой взгляд, самый оптимальный вариант на данный момент. Ну, а когда мы уже дойдем до водохранилищ, то, конечно же, там ситуация, фронт будет стабилизирован, ну, в принципе, мы на это все рассчитываем, что фронт будет стабилизирован, и дальнейшее продвижение арашистских войск будет остановлено. Далее идет у нас Новопавловское направление. Здесь силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного. 38 атак. Так вот, и фронт, соответственно, растянулся от Красногоровки до, аж до Урожайного, до стыка с Ореховским направлением, которое бывшее Запорожское. Так вот, здесь 38 атак было предпринято расистскими войсками с целью продавить нашу оборону или прорвать нашу оборону, но ни одна из атак не увенчалась успехом. И вот здесь, кстати, вот здесь 3-я штурмовая бригада наша выбила оккупантов из Красногоровки. Это та Красногоровка, которая недалеко от Маринки, то есть в Донецкой области. И накануне, предыдущие сутки, расистские войска сделали несколько таких накатов, волновых накатов на этот населенный пункт, и им удалось войти в город, в населенный пункт Красногоровка. 3-я штурмовая бригада провела такую операцию, когда бойцы двух батальонов окружили, блокировали врага и выбили его из Красногоровки. Причем представители нашей бригады отмечают то, что за короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне, и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери. Около ста оккупантов было ликвидировано. Это и двухсотами, и трехсотами. То есть это санитарные потери, которые составили около ста человек. Также там, в ходе освобождения этого населенного пункта, была заблокирована часть рашистских военнослужащих, им предложили сдаться в плен. Они отказались от сдачи в плен и были ликвидированы в тех местах, где они оказывали ожесточенное сопротивление. Сегодня Красногоровка полностью находится под контролем вооруженных сил Украины. Далее у нас идет Ореховское направление. Здесь силы обороны отразили атаку противника в районе Работиного. Там очень ожесточенные идут боевые столкновения. Но враг предпринимает очень большие усилия, прикладывает для того, чтобы срезать наш вот этот Работинский плацдарм. На рубеже Работина-Вербовое они пытаются его срезать и выровнять линию фронта, а заодно и восстановить линию, так называемую линию Суровикина. Наши войска продолжают удерживать этот плацдарм. Да, очень тяжелые бои в районе Работина, но пока что линия фронта стоит. Мы отбиваемся, все атаки отбитые вражеские. И стараемся нанести максимальный урон вражеским войскам. Фактически перемалываем там мясорубка, перемалываем вражеские войска, которые пытаются атаковать наши позиции. А Работинский плацдарм продолжает обороняться и сражаться. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь, несмотря на значительные потери, враг, к сожалению, продолжает попытки выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 штурма наших позиций, но, в принципе, ни один из этих штурмов не увенчался успехом. Понеся потери, враг отступил на исходные рубежи. Аплодзарм продолжает обороняться, продолжает наращивать свои усилия и продолжает наносить врагу такой довольно ощутимый урон. Далее. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по войскам в районе населенного пункта Еленовка Донецкой области. Это, кстати, тот самый населенный пункт, где содержались наши военнопленные, азовцы, и где враги устроили там подрыв с поджогом место содержания наших военнопленных. Потом пытаясь обвинить, естественно, обвинить нас в том, что якобы мы туда нанесли удар. Да, это место трагедии. Так вот, там в Еленовке очередное построение и очередной прилет наших реактивных систем залпового огня. Проводили награждения, проводили построения. Как всегда, приехал большой начальник. Ну, а это как Чернобаевка, я уже смотрю. У них эти построения в зоне досягаемости наших огневых средств, это просто уже становится хорошей, для нас хорошей традицией. Они строятся, мы их уничтожаем. Так вот, в результате удара по подразделениям, которые там выстроились, 19 погибших, это сходу, сразу. В том числе, заместитель командира бригады там погиб, которую там награждали. Кстати, если я не ошибаюсь, 155-я там. Это морская пехота, с Дальнего Востока, бригада. Ну, я не знаю уже, кем она укомплектована, потому что это, скорее всего, уже второй, если не третий состав этой бригады. Ее уже громили неоднократно на линии фронта. 12 раненых, и в том числе, командир бригады. Зам командира бригады погиб, а командир бригады ранен. Вот такой вот результат. И это только вот в первые сутки, после, сразу, это по результатам, сразу после удара. Сколько, цифры, конечно же, изменятся, потому что есть тяжелые раненые, есть легкие, поэтому посмотрим, будем мониторить информацию, и если будет уточнение, мы ее доведем. Субтитры сделал DimaTorzok